Самое, пожалуй, главное в летней моде – это тренды в купальниках и пляжном гардеробе. Причем именно купальник становится королем всей пляжной свиты, то есть под его цвет, фактуру и фасон необходимо подбирать все прочие элементы и аксессуары. Поэтому прежде всего определяемся с купальником и начинаем с его фасона. В этом сезоне на европейских пляжах чрезвычайно актуален ретро-стиль. Что значит купальник в ретро-стиле? Верхняя часть лифа у нас напоминает достаточно закрытый лифчик, то есть без никаких бретелек он идет цельный. Единственное, у кого маленькая грудь, здесь основное, что добавляются дополнительные чашки. Дополнительные вкладыши, которые помогают поднимать грудь и делать грудь красивее. Это может быть декор за счет пайеток различных, или же декор рюш, то есть тоже своего рода увеличивает грудь. Вот эти купальники, они очень хорошо для девушек, у кого маленький бюст. Тем, кто хочет визуально увеличить формы, следует обратить внимание на купальники с плессировкой. Они могут быть выполнены в любом цвете и с разными по покрою лифами. Здесь, например, очень хорошие чашки, когда есть хорошая грудь, и надо ее подчеркнуть, то вот эти чашки, они способствуют, то есть будет достаточно грамотно смотреть, ну, красиво смотреться. И по декору, здесь немного декора, это пряжки, украшенные стразами, стеклом. Любительницы закрытых купальников тоже не останутся за бортом моды. Но в этом сезоне стоит забыть о совсем уж скрывающих тело фасонах. Конечно, такие купальники предназначены больше для плавания, чем для загара. Но показать себя солнцу модно и в них. Приходит достаточно закрытый купальник, но вырезные бочки, или же вырезная капелька на животе, или же более оголенная спина, а более закрытый, получается, перец. То есть, как бы такая игра с открытым телом и подчеркивание именно основное, что подчеркивание бюста. Вот это такой-то, как видно, зебра-леопард, которая тоже еще держится у нас в тенденциях, да, но здесь основной очень красивый крой. Здесь вырезные бочки, так. Декор идет минимальный за счет рюш, так. И спинка, она достаточно открытая. Ну, это такая штучка, которая просто прийти, покрасоваться, поплавать в море немножко. Я бы не рекомендовала в нем загорать, потому что потом будут проблемы, то, что у нас будет отдельно бока, отдельно все остальное. Вот. Но это очень красивый купальник для того, чтобы себя показать. Купальник, который подходит для принятия как солнечных, так и морских ванн, это купальник Бандо. Он отличается отсутствием бретелек, возможно, лишь съемная завязка через шею. Такие модели не оставят на загорелой коже бледных следов от бретелек, а конфигурации лифа он может быть как лаконично простым, так и снабженным резинками или косточками, делают Бандо универсальным по применению и подходящим для дам с любыми размерами и формами. Однако, несмотря на достаточную либеральность пляжной моды, есть в ней и свои сезонные табу. Категорически нет видно стрингам. То есть вот ушли полностью из пляжной моды стринги. Это на самом деле, этому есть оправдание. Дело в том, что у нас моды приходят с Европы. А на европейских пляжах одна из последних тенденций, я знаю, что это основная была проблема, запрещение стрингов. И итальянские пляжи, и испанские пляжи. Поэтому, в принципе, конкретно это точно уже будет. То есть если девушка приходит, бюст и стринги, то нет, это уже вчерашний день. Также шортики. Вот тема шортиков тоже, можно сказать, уходит. Но это все индивидуально. Есть определенные, на самом деле, фигуры, которые не подходят более открытой нижней части купальников. Поэтому шортики – это мода, может быть, может не быть. Но есть еще особенности фигуры. Вот тут вот надо учитывать особенности фигуры. Конечно, не гнаться за последними тенденциями, а больше слушать, видно, свое сердце. Оно наверняка подскажет вам, какой купальник выбрать из тысячи разных. Ну а если все же сомневаетесь, прислушайтесь к нашим советам. В следующем комоде мы остановимся на трендах в цветовой гамме пляжного гардероба.